Детский сад номер 32 «Росинка» в Щёлковой 7 вошёл в программу восстановления инфраструктуры военных городков, инициатором которой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В саду протекала кровля, чувствовался запах канализации. За лето в «Росинке» заменят инженерные коммуникации, кровлю поменяют внутреннюю отделку, даже серый кирпич на фасаде заменят на красочное оформление, чтобы учреждение отвечало современным стандартам безопасности и комфорта пребывания детей. Работы ведутся по индивидуальному дизайн-проекту. Ход капремонта осмотрел исполняющий полномочия главы городского округа Щёлкова Сергей Горелов и заместитель главы администрации по социальным вопросам Юрий Родионов. Отдельное внимание уделили системам жизнеобеспечения, вентиляции и пожарным выходам. В детском саду в настоящее время меняют систему воздухоотвода. Это необходимо для того, чтобы детский сад отвечал требованиям пожарной безопасности. Сейчас на 70% выполнены демонтажные работы. В ноябре мы должны увидеть готовый результат. Детский сад посещает 180 малышей. На время ремонта их распределили по другим дошкольным учреждениям. Заведующий садом ведет на площадке ежедневный контроль. Вернуться в рассинку дети должны в этом году. В ежедневный контроль я прихожу, осматриваю, как идем по графику, в соответствии с графиком, не в соответствии с графиком. И сотрудничаем с подрядной организацией Тесла. Это комплексный капитальный ремонт, замена всех инженерных коммуникаций, замена отделки, замена кровельных покрытий, с обустройством доступной среды для маломобильных групп населения. Строки сами себе ставим строки сжатые. В другом детском саду «Родничок» на Пионерской улице в Щелкове после капремонта откроется ясельная группа. А пока здесь идет капитальный ремонт. Подрядная организация перестраивает кровлю, пожарные выходы. Старый слишком узкий. Укрепляет деревянные перекрытия, меняет все изношенные инженерные системы. От потолка до пола главная цель реконструкции детского сада номер 19 «Родничок» это выкрепление межкомнатных перекрытий и потолочных конструкций. Ремонт ведется за счет другой региональной программы «Образование Подмосковья». Предстоит выполнить большой объем работы, но результат стоит того. Детский сад станет более комфортным, чтобы родители водили детей в дошкольные учреждения с удовольствием. Появляется дополнительная группа для малышей с двух до трех лет. Так как групповые помещения у нас очень большие, они соответствуют всем нормам. Мы имеем возможность тематически оформить углы. То есть у нас в двух группах будут оформлены тематические углы музыкального воспитания и физического воспитания. По срокам подрядчики находятся в графике. На 19 саду даже немного с опережением идут. Опасений нет на сегодняшний день. Надеемся, что в указанные сроки, а это ноябрь 2019 года, все работы будут завершены и дети смогут въехать уже в обновленное помещение своих детских садов. И, как обещают строители, это правда будет, скажем так, здание сказка.